Дорогие у вас выглядели. Сегодня у нас дорогие особый день. Причастие, хлебопреломление. И вы видите на столе хлеб и вино, символы страданий нашего Господа, нашего Царя, нашего Заступника, нашего Ходатая и нашего Первосвященника. И первый текст, который я хочу вам прочитать, чтобы мы прочитали, это послание евреям. Смотрите, и так, это как бы вывод из всего, и так, имея Первосвященника Великого, прошедшего небеса и Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвящения, которое не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Поэтому, посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и приобрести благодать для благовременной помощи. Аминь. Вот зачем мы приходим сюда. И к кому мы приходим? К великому Первосвященнику, который прошел небеса, который прошел через смерть, умер за наши грехи, который есть Сын Божий. Поэтому мы можем с дерзновением смело приходить к престолу его милости, любви и благодати и обретать эту благодать. Аминь. И поэтому я хочу, чтобы мы сейчас встали и прочитаем символ веры, провозгласим, опять-таки напоминая себе, другим и пред Богом, в кого и как мы верим. Пожалуйста, внимательно вчитывайтесь в каждое слово, осознавая, что оно значит. Верую в Тебя, всемогущий Бог Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марией, пострадавшего при Понтии и Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, Вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, в прощение грехов, в воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так что сегодня у нас исполнение заповеди. Вечеря Господня – это одно из средств, одно из средств Божьей благодати. Это возможность войти в Его присутствие, в присутствие Божьей. Это возможность наполниться Господом, вкушать Его милость, Его прощение, Его любовь. Вот я знаю это, что многие верующие задаются вопросами. А как достичь Бога? Как войти в Его присутствие? Как Его присутствие может постоянно почивать на нас и на детях наших? Церкви жаждут ощутить прикосновение Всевышнего. Войти в Его всенаполняющее, всеобъемлющее, всеисцеляющее благодатное присутствие. И вот как Бог может явить Его нам? Что зависит от нас? Нужно ли нам, допустим, постоянно пребывать в посте, молитве? Или для этого надо распевать какие-то специальные песни, провозглашать какие-то мантры? Может быть, надо зажигать огонь лампад и свечей? А может, нужно построить храм и пожертвовать большую кучу денег, мешок денег? Вот что побуждает Бога являть свое присутствие? Что? Да, Господу, конечно, угодно, чтобы мы жертвовали, чтобы мы трудились для Него, ради Него, для славы Его. Да, конечно. Ему по душе, чтобы мы пели. Вот как я постоянно вас настраиваю на это. Чтобы мы пели, и пели не только устами, но и сердцем. С сердцем, полным хвалы и благодарности Богу. Ему угодно, чтобы мы горели любовью и желанием служить Ему и людям. Конечно, Бог хочет, чтобы мы строили Ему храмы. Да, да и аминь. Но более всего, конечно, чтобы строили храмы нашего сердца. Где фундаментом была бы любовь, а стены украшены росписью благодарности, а купола покрыты непрекращающейся хвалой. Да, это очень такое ёмкое, прекрасное сравнение. Чтобы наша основа, наш фундамент была любовь. Стены расписаны благодарностью. А вверх крыша наша, купола наша, это была хвала Ему. Ибо сам Бог сказал, что Он не в рукотворенных храмах живёт. Аминь. Это мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа, живущего в нас Бога. Всевышний не нуждается ни в чём. Вот как написано. Бог, сотворивший мир и всё, что в нём Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живёт. И не требует служения рук человеческих, как бы имея в чём-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. Аминь. Ему важен храм нашего сердца. Но тем не менее, тем не менее, Он всё равно, Он обязывает нас жертвовать, жертвовать материальные средства. И мало того, что ещё труднее жертвовать не из-под палки, без принуждения и без огорчения. Вот как написано. Каждый уделяй положению сердца. Не с огорчением и не с принуждением. Ибо только доброходно, дающего любит Бог. Если вы дадите с такой натугой, отрывая вас сердце, Бог не примет это. Без принуждения, без огорчения, с желанием, щедро уделяя. Потому что ибо доброходно, дающего любит Бог. Аминь. Аминь. Господь первый дал нам этот пример. Вот как написано в этом же послании. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Иисус оставил славу небес. Престол величия Своего оставил. И сошел к нам на эту грешную землю. Чтобы мы обогатились им. Чтобы мы имели жизнь в Нем. И имели эту жизнь с избытком. В Нем жизнь. Чтобы мы наслаждались им. Восхищались им. Получали удовлетворение в Нем. Он пришел, чтобы разрушить старый храм пустой, глупой религии. Религии. И воздвигнуть новый храм. Храм живой веры. Что, кстати, послужило обвинением против него на суде Синедриона. Синедриона, да, когда уже... Иисус сказал им в ответ. Разрушите храм все, и я в три дня воздвигну его. На это сказали люди. И все храм строили 46 лет. И ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. О храме нашего сердца. Ишь ты какой, да, как они возмутились, фарисеи. Замахнулся на храм, который 46 лет строили. И не один же. А он в три дня дома этого воздвигнешь. Так вот, насчет пения. Пения, да. Иисус пел сам. Побуждал петь учеников. И желает, чтобы и мы пели. И вот текст. Посмотрите. И воспев, пошли на гору Иллионскую. Воспев. Прославляя Бога, пошли. И когда это произошло? Вот ответьте. В какой момент? Это произошло сразу после вечери. Так же, да? Ну, вот они. Когда они шли в Гефсиманский сад. И Иисус знал, что вскоре ему предстояло перенести предательство, пытки, унижения. Его ждали страдания, смерть. Но он пел. Понимаете? Он пел. У евреев вообще-то принято было петь на Пасху. Но именно это пение было каким-то особенным. Почему? Я сейчас вам объясню. Его вот обрамляли, как бы такой скорбной, печальной рамкой слова Господа. Посмотрите. То был тридцатый стих, но двадцать восьмой. Сей есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. И тридцать первый стих. Если все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Но он пел, в середине он все равно пел, он прославлял Бога. Иисус пел. Что хотел сказать Иисус нам этим пением. Ну, я думаю, он показывает нам, что вера, которую он нам дарует, это путь, конечно, трудный. Путь тернистый. Но все-таки это путь хвалы и радости. Путь, ведущий в небеса. Иисус этим пением говорит нам, что мы не должны отчаиваться. Мы не должны впадать в уныние даже в самые трудные минуты, моменты нашей жизни. А петь должны всегда. И делать это даже, когда мы идем долиною смертной тени. Потому что Бог обещал и обещает нам всегда, что даже проходя, вот смотрите, проходя долиною плача, мы будем открывать в ней источники. И дождь будет покрывать ее благословение. Аминь. Это так, это действительно так. А в книге Иова, многострадального, можно сказать, Иова, как мы говорим, есть слова, что Бог, Творец наш, который дает песни в ночи. Бог наш Творец, и Он дает петь самые страшные, самые неприглядные, самые черные дни нашей жизни. Он дает эту возможность. Так что, ну, давайте, возлюбленные, брать пример с нашего Господа, и, кстати, с апостолов, которые, с его учеников, которые, даже находясь в тюрьме, в стесненных обстоятельствах, заколотые в колоды ноги, они пели, пели. И вот, я хочу подтвердить это, видите, деяние. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники слушали их. В тюрьме. Они не шептали там. Они пели громко, пели уверенно, не дрожащими, знаете, от страха голосами. Ой, что-то нам ждет. Это странно, конечно, потому что обычно люди поют в ожидании, ну, какого-то там радостного события, или когда у них на душе легко и свободно, хорошо, или в преддверии какого-то праздника. Но Господь пел, когда муки и смерть уже дышали ему в лицо. Уже вот, они были рядом. А почему? Да потому, что наш Спаситель полностью находился в подчинении и доверии воле Небесного Отца. Аминь. Вот, смотрите, вот иду. Это слова Иисуса. В свитке книжно написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Вы видите, Иисус бесстрашно, без колебаний, с песней на устах шел страдать. Ради чего? Ради нас с вами, ради своего народа, ради славы Отца Небесного. Аминь. Вообще, у евреев, у народа Божьего Ветхого Завета, был, конечно, повод. Был большой повод на Пасху петь и радоваться, и прославлять Бога, который освободил их из рабства египтян, который подарил им свободу и землю, где течет молоко и мед. Аминь, так же, это же все благословения, которые Бог им дал. Так вот, если ветхозаветный народ, который находился под Махровым таким законом, мог так воспевать Богу, то что говорить о нас? О нас, уже искупленных Господа, уже искупленных. Если дом Иудин был переполнен радостью в эти пасхальные дни, то насколько больше причин радоваться и веселиться нам сегодня, когда мы будем участвовать в вечере с нашим Господом? Вот подумайте. Ведь Бог в причастии являет Себя. Являет Себя. Дает возможность войти в Его присутствие. И мы можем войти в общение с Ним, ну, правда, с одной оговоркой. Мы можем войти в общение с Ним только на Его условиях, так как Он хочет. Богом нельзя манипулировать. Вы согласны с этим? Богом нельзя манипулировать. Его невозможно обмануть. Вы знаете, есть такой вот момент, что можно присутствовать на вечере, но не быть здесь с Господом. Вот можно просто сидеть. Вот как Иуда, да? Он и был на вечере, и вкушал. Но мысли Его и желания Его были совсем в другом месте. Он думал уже о другом. Внешне Он был очень похож на ученику, на апостола. Внешне. Но таковым не являлся. Можно что-то успешно копировать. Чему-то подражать. Но вы знаете, подделка может обмануть только людей. Но никак не Бога. Людей может обмануть. Вы так свято выглядите. Так и у вас вид такой. Ну, прямо вот, ако икону пиши. Но внутри-то не то. Иисус объявил на вечере, что один из вас предаст Меня. Так, да? И все так сразу засуетились. Не я ли, Господи? Не я ли? Но Бог взирает, понимаете, не на поведение на сердце. Вот, я смотрю на сердце. Вот, я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, встречает по одежке, а Господь смотрит на сердце. Аминь. Господь видит внутренность. И вот, в связи с этим, я хотел бы вам сказать, что в Ветхом Завете есть пример одного и того же действия, но с разным состоянием сердца. В послушании или в непослушании. Вот о чем говорил, кстати, Дима. Это две попытки перевести Ковчег Завета. Одна, увы, как вы знаете, все закончилась как? Трагично, да? Ну, давайте, ладно, по порядку. Что представлял собой Ковчег? Кто знает? Это был ящик, да, прямоугольной такой формы. Полтора на полтора где-то, небольшой. Сверху его покрывала, накрывала золотая пластина. Она называлась престолом милосердия. А внутри под ней находились три священных предмета. Кто знает, какие? Сосуд с манной. Да. Первый, значит, сосуд с манной. Второй, жезл Аарона, посох рассветший. И каменные скрижали на Завета. Что они символизировали собор? Ну, первое, это сосуд с манной. Это божье обеспечение. То есть, божья забота о нас. Он кормил, кормит и будет кормить. Сосуд с манной. Второе, это жезл Аарона рассветший. Это силу и всевластия Его, силу и власти Его священства. Вот. И третье, каменные скрижали, это морально-этические нормы, по которым нам нужно жить. Это десять заповедей. Но вот все вместе, все вместе, это представляло собой божье присутствие. Место обитания святого всемогущего владыки Бога. В этот период еврейской истории, его называется период храма, это период, первосвященник мог только раз в год имел право входить в святое святых, в присутствии Божьем. И предание говорит, что к ноге его привязывали обязательно веревку. Если он вдруг там погибнет в присутствии Божьем, то, чтобы его можно было оттуда извлечь, вытащить. И вот о ковчеге, о месте Божьего присутствия почему-то забыли. Как вы знаете, его вначале завоевали филистинбены, увезли к себе, но так как пошли там у них неприятности сплошные, и казни, их боги падали постоянно, разбивались, то они его решили отправить назад к евреям. И когда его увидели, то оставили его в доме, ну, вообще в доме священника Аминадава, и почти 30 лет не вспоминали о нем. Вот представьте себе. Такое, если мы посмотрим на себя, такое, к сожалению, случается у народа Божьего. Можно забыть о присутствии Божьем. Можно забыть. И вот только Давид, когда воцарился в Иерусалиме, вот вы видите, мы Давида вспоминаем, сегодня и Дима вспоминал, и я вспоминаю. Вот, воцарился в Иерусалиме, он захотел перевезти ковчег в столицу. И он устраивает это, ну, как великий праздник, всенародный праздник. Он собрал 30 тысяч отборных людей, поставил двух сынов, священника Аминадава, отзыв и ахию, руководить этой процессией, перевозкой. И они погрузили ковчег, как вы знаете, на новую колесницу, такую блестящую, новую вообще, и запряженную, откормленными валами, и двинулись в путь. И давайте мы прочнем, как это все происходило. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, ввели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава. И когда дошли до Гумна-Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озов, и поразил его Бог там же, за терзновение. И умер он там, у ковчега Божия. И последний стих. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню? Иными словами, как мне войти в Божье присутствие? Как мне быть в Божьем присутствие, если он так могуч, так карающий и тому подобное? Как? И как вы видите, это происшествие мгновенно угасило радость этого праздника. Вот чему учит нас трагедия Озы? Как вы думаете? Тому, что Бог являет свое присутствие, как я уже сказал выше, на Его условиях, на своих условиях, на основе Его слова. Давайте разберемся. Именно Он является только так, как Он этого хочет. Только так, как Он считает это правильно. А не так, как мы считаем это. Бог дал конкретные инструкции, указания, как нужно перевозить ковчег. Во-первых, к Нему могли приближаться только священники. Причем, после обряда очищения и жертвоприношения. Это можно прочитать, если кто записывает. Это в Левитах 16 главе описано. Не прикасаться к Нему руками. Ни в коем случае руками к Нему не приносить, а приносить, его приподнимать при помощи шестого. И опять-таки, не просто шестого, а сделанных из дерева сетим, то есть из нашей акации, иными словами. И они должны быть продеты в кольца на ковчеге, и нести их нужно на плечах. На плечах своих, вот давайте мы подтвердим. Служба их, служба священников. Носить святилище, то есть ковчег, на плечах они должны носить. Не на повозке на новой, блестящей, а на плечах. Так сказал Бог. Иоза прекрасно об этом знал. Так как был священник, он потомок Аарона, он вырос рядом с ковчегом, потому что он долгое время находился, так мы уже сказали, 30 лет в доме его отца. И вот, наверное, скорее всего, возможно даже, что вот этот, именно этот факт и повлиял на то, что ковчег стал для него чем-то, знаете, обыденным, привычным. священное стало ординарным и не вызывало в нем никакого святого трепета. Вот я хочу тут остановиться и сказать, вот видимо, потому в традиции протестантских церквей проводить причастие не чаще одного раза в месяц. Чтобы не было привыкания, понимаете, чтобы не притуплялась острота восприятия этого таинства. Вот почему. Потому что, когда нет трепета, когда нет благоговения, появляется желание ради ублажения своей плоти, ради удобства изменить все инструкции, так как они это сделали. Вместо шестов колесница, хоть и новая, вместо плеч балы откормленные. Вот и все. Так же легче. Правда. И послушание уступает вместо рационализма. Вот мы оставили блеющих овечьях самых хороших, правильно? Ну рационально, правильно, зачем это убивать их? Мы потом жертву Богу принесем же опять. И вот послушание уступает вместо рационализму. И тогда Бог начинает появлять гнев, гневаться. И так, между прочим, случается всегда, когда мы поступаем по своей воле, так как нам кажется правильно. И хотя это все нам кажется очень логичным, хорошим, прекрасным, но это не по воле Божьей. И вот вы знаете, тут еще один вопрос такой. Многие прочитав этот текст, они говорят, почему же все-таки Озу умертвил, ну почему же? Так вот, вместо того, чтобы мучиться вопросом, почему Бог убил Озу, впору вы знаете спросить, а почему мы еще живы? До этого времени, до сих пор. Потому что судя по количеству мертвых душ и холодных сердец в церквях, то живы ли мы вообще? Так хочется такой вопрос задать. И хочу подтвердить это. Знаете, в третьей главе Откровения Бог тоже задает одной из церквей такой вопрос. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И вот смерть Озы, это суровое предупреждение, кстати, я сегодня опять столкнулся с этим, о чем я хочу сейчас сказать. Это предупреждение для тех, кто ходит в церковь тогда, когда захочется ему, и участвует в вечере на всякий случай или по привычке, без всякой подготовки, без очищения, без трепета, без благоговеяния. Вы понимаете, Иисус оставил нам эту заповедь, как я уже сказал, в самые тяжелые минуты его жизни. Самые тяжкие. И опять-таки, он оставил не из-за приходи, что ему так захотелось, он оставил не пустой обряд, но из любви к нам. Опять-таки, для нашего же блага, для нашей пользы. Но, к сожалению, мы часто не отдаем себе отчет, насколько это серьезно, причастие. я вам напомню, как-то я одно время часто вспоминал, в корейских церквях единственная уважительная причина, по которой ты можешь отсутствовать на вечере, это твоя смерть. единственная причина, по которой ты не можешь попасть на причину, это, что ты умер уже. У нас же полная свобода в этом вопросе. Хочу, приду, хочу, не приду. Вот у меня сегодня брат один, его убил просто. Он здесь, но он не может. А потом он надеется на какие-то благословения. Понимаете, это несовместимые вещи. Или же все внимание сосредотачиваем на второстепенных вопросах. Ну, например, какой вид у тебя должен быть? Печальный или радостный? Какие песни должна петь? Ну, я хочу так, чуть-чуть задронуть этот вопрос. Ну, во-первых, вечеря Господня это непоминный. Это мы сразу должны понять. Вечеря это непоминный после похорон. Нет. Слова это есть тело мое говорят сами за себя. Тело это не труп. Тело это не труп. Наш Господь жив. Аминь? Аминь, да? А посему надо петь торжественные радостные гимны, а не погребальные песни. И вид должен быть соответствующий, неотекозит перехошенное все, унылое. Вот давайте мы посмотрим опять-таки уже Тена Давида на его вторую попытку перевести ковчег. Вот два состояния, одного и то же действия, но два состояния. Давид, как мы видим, тут далеко не печален. Он наоборот пляшет и скачет пред Господом. Почему? Потому что в этот раз он сделал все по Слову Божьему. Священники несли ковчег на плечах своих. когда они проходили по шесть шагов, то приносили в жертву тельца и овна. Все как написано. Ну это конечно все прекрасно, хорошо, но как же быть с плясками Давида перед лицом Бога. Ну как? Да тем более еще и в исподнем белье чуть ли не галяком плясал. Что это такое? Ведь мы уже знаем в предыдущем моменте, как Бог поступает с непочтительными и дерзкими людьми. Но Давид почему-то жив. Давид почему-то жив. даже жена Давида Милхола уничижила его сердце свое. Она наверное уже заказала ему панихиду и плач по нем. Ведь Бог такого безобразия не должен прости. Но небеса молчат. Бог не гневается. Почему? Вопрос да? Что такого было в Давиде, что не было уозы? Что? И вот интересный еще один момент, что в Библии больше нет упоминаний, сообщений о танцах Давида пред Господом. Хотя они то в принципе более уместны были, когда он победил Голиафа, допустим. И так же. Ну пацан тем более, там бы вышел бы и начал бы там плясать. Я победил Голиаф. Или сколько у него было блистательных побед с филистимлянами. Но ничего, никакого упоминания о танцах не было. И даже он не танцевал тогда, когда он наконец-то после стольких лет мытарств и беготни стал царем. Он даже тогда стал царем он не танцевал. но видите когда в город входил Бог Давид просто скакал. Он кружился в танце. Сердце его ликовало. Вот. Нематериально не то, что он стал царем то, что Бог входит в святилище. Так что я думаю вот почему я постоянно вас перед первой молитвой говорю прославьте Господа. Обратите свое внимание на сердце. И вот Бог глядя на нас больше удивляется нашей сдержанности нежели вот этой безумной радости Давида. Ну конечно опять-таки кто-то может возразить сказать, что дело не во внешней форме а в состоянии сердца да и аминь но оно должно все-таки выражаться в нашем состоянии тела. Божье присутствие это конечно дар Бога а дар можно что только принять заслужить его невозможно манипуляциями никак тут только принять. И тут еще одна такая ремарочка у каждого из нас полнота ощущения Божьего присутствия конечно отличается различными так докажем это как написано каждому из нас дана благодать как по мере дара Христова каждому дает по мере аминь мы не можем быть одинаковыми мы не одинаковые потому что не нужно никого это очень важно не нужно никого копировать никому подражать а тем более не нужно завидовать злиться там и осуждать кому-то за какой-то дар что он у него более чем у тебя благодари Бога не нужно думать что если этого допустим нет у меня то этого не должно быть ни у кого у меня же этого нет значит ни у кого не должно быть нет дары в теле распределяет и производит вы смотрите все себе производит один и тот же дух разделяя каждому как как ему угодно не как вам угодно не как вы хотите а разделяя каждому как ему угодно и Бог никогда не обманывает ведь так он сказал что он с нами во все дни жизни до скончания века аминь так но если ты этого не чувствуешь то кто виноват Бог обещает что не оставит и не покинет вас никогда аминь а ты этому не веришь то кто виноват если ты представляешь себе Бога как Оза таким слабым башком который умещается в ящике и которому нужна твоя помощь если он вдруг собрался свалиться с повозки в грязь если ты не готовишься если ты не очищаешь себя для встречи с ним как сегодня посмотрите на себя если ничем не жертвуешь ради него не исполняешь то что он заповедал тебе если не ищешь общения с ним а весь погряз в суете в заботах вот крутишься вертись оккубатуришь там что-то то кто виноват что ты не ощущаешь присутствие Божие кто виноват подобное отношение вы знаете в лучшем случае дает возможность надеяться на милость воскресный день а остальные шесть дней жить в поражении печали унынии как многие из нас так и живут ну а в худшем это безжизненное тело озы как напоминание нам что неподчинение и отсутствие благоговения пред Богом ведет к смерти еще раз хочу сказать что Всевышнему невозможно приказать его невозможно заставить что-либо сделать он не реагирует на магические заклинания на какие-то хитроумные провозглашения типа я твой ребенок и ты обещался а ну давай ему нужно одно ему нужно почтение послушание и сердце ищущее и жаждущее его и последние тексты ибо очи Господа обозревают всю землю чтобы поддержать тех чье сердце вполне предано ему и это в этом нужно верить потому что без веры угодить Богу что невозможно и поэтому нужно верить и подходить к столу причастия нужно с верою с трепетом с благоговением с покаянным сердцем наполненным любовью благодарностью нашему Господу аминь давайте помолимся и помолимся до до